Всемир, приветствую! Здравствуйте! Как дела, как настроение? Прекрасно, хорошее время года, погода супер. Карантин потихоньку сходит на убывание. Как он для вас прошел? Вы его полезно провели? Я провел большим удовольствием. Не жалеете, что он идет к концу? Нет, но жалеть об этом, во-первых, еще рано. Конечно, я бы хотел быть таким оптимистом, но пока еще непонятно, что происходит. Мы, в общем-то, хоть и разрешили всей компании, всем сотрудникам выходить на работу, мы объявили, что будет выходить не более половины стафа, хотя можно и меньше, и каждый менеджер сам решает, кому нужно выходить, кому нет, и делаем все-таки все еще упор на то, чтобы люди меньше контактировали между собой. Ваша компания, в основном, наверное, может позволить себе работать удаленно. Да, поэтому мы этим и пользуемся. Как вы думаете, вам все еще нужен будет офис? Офис однозначно будет нужен, но, возможно, той квадратуры, которая у нас есть, можно избежать. Надо будет все это переосмыслить. Есть, конечно, свои плюсы, и вот сейчас мы получаем, например, информацию от ребят. Некоторые говорят, что у них продуктивность повысилась, а у некоторых понизилась. И мы сейчас наблюдаем, что те, у кого дети постарше, у них, конечно, повысилась продуктивность, потому что они не мешают. Те, кто помладше, они стараются быстрее убежать на работу, потому что сосредоточиться им не дают. Соответственно, нам нужно как бы регулировать все это с той точки, что человеку должно быть комфортно. То есть в офис будут приходить в основном те, у кого маленькие дети дома? Или те, кто дома, или те, наоборот, у кого вообще детей нету, им скучно дома сидеть, им хочется плотно пообщаться. Есть люди, которые экстраверты, им обязательно нужно с кем-то пообщаться, поделиться, пообедать вместе с кем-то. Есть люди более интроверты, которым хорошо сидеть дома одним. Соответственно, надо давать. Чем больше выбора, тем, я думаю, будет эффективнее. Главное, чтобы не был момент, когда это превратится в тормозящий фактор, а не помогающий. Хорошо, когда есть выбор. Да, всегда хорошо, когда есть выбор. Можно и прийти в офис, можно и не приходить. Да, это очень удобно. Ваша компания, ваш продукт Симурка, компания называется Симбрелла. Нет, продукт Симкредит. Симкредит. Да, компания Симбрелла. А Симурк, что это такое? Почему у меня всегда на языке Симурк? Симурк – это программа, была такая, вернее, продукт был Азерселли, где много информационных сервисов приходило на телефоны, так называемый селл-бродкаст. Это когда происходит вещание в зависимости от того, на какой соте вы находитесь. Это не наш проект. Это не наш проект. Но наш продукт можно было бы посадить на этот проект тоже. То есть это информационный канал по большому счету. Понятно. Я просто когда... Поэтому он сильно рекламировался, вот почему он на слуху. Я почему-то, когда вашу компанию вожу в Гугл, выходит и Симурк тоже. Да? Почему-то сейчас. Я почитал о вашей компании, у нее несколько сотен миллионов, миллионный оборот. И мне в этой связи, наверное... А компания можно, наверное, найти много информации в интернете, в Ютубе, вы давали до этого интервью. Но мне хотелось бы поговорить с вами лично на такую щепетильную, возможно, тему первый миллион. Вот когда вы поняли, что вы заработали первый миллион, как вы провели этот день? Как вы засыпали? Вы знаете, да. Во-первых, это не было каким-то, скажем так, какой-то мечтой, которую мы собрались отметить. Мы это вообще даже не отмечали никак в компании. Он как бы получился. Я даже помню, как компаньон подошел, сказал, что вы знаете, у нас на счету уже накопился миллион. И мы просто как бы впечатлились этим делом, потому что в этот момент, хоть и коллективно мы стали миллионерами, это был такой... Вот этот момент я помню. Но чтобы это был какой-то треш-холд, после которого мы считали, что мы достигли чего-либо, таких целей у нас не было. Ну, это все-таки определенный рубеж и, наверное, какой-то первый рубеж, который люди себе ставят в финансовом плане. Может быть, никогда не ставил. Если честно, я себя богатым человеком начал чувствовать очень давно, в тот момент, когда у меня доход дошел до трех тысяч долларов в месяц. Я вот после этого момента никогда не хотел стать богаче. То есть, вот это была той цифрой, которая начала покрывать все мои необходимые нужды и фантазии на тот момент. Я очень любил свою работу, занимался с удовольствием и считал, что зарабатываю достаточно хорошие деньги, чтобы не заботиться больше ни о чем. Поэтому как бы зарабатывание денег как таковых после того самого момента не было самым важным моментом. То есть, деньги — это всего лишь был индикатор успеха, позволяющий заниматься гораздо более интересными проектами, быть более свободным в плане рисков и ошибок, чего мы много делали и очень много денег потеряли именно на этих рисках и ошибках. И от этого мы получали удовольствие, драйв, какие-то вот эмоции именно приносили все самые вот эти моменты. А купить себе, не знаю, Бентли или на яхте кататься, проводить, не знаю, лето в каком-нибудь вау-курорте, как таковым вот не получается на это настроиться. Я читал и слышал от совсем состоятельных людей, что рубеж, когда ты можешь себе позволить частный самолет, ну или поездки на частном самолете, он такой очень, он очень меняет жизнь, образ жизни. И от него очень-очень сложно избавиться. Поэтому там вот люди из списка Forbes, они очень сильно страдают, когда они там в этом списке начинают опускаться на дно, потому что они понимают, что один из самых больших элементов их жизни – мобильность – может пострадать. Вы знаете, это как бы вопрос психологический. Я понимаю, что что-то схожее, наверное, есть и на более низких как бы этажах. Наверное, есть. Я не встречал людей у меня в окружении, нет таких людей, которые летают на бизнес-джетах, а вот люди, которые привыкли летать бизнес-классом, и потом не могут от этого отказаться, и очень сильно страдали в тот момент, когда у них в определенный момент это уносило много денег, ощутимо для них, но они не могут отказаться. Таких людей я встречал. По мне, это вообще не вопрос. Я летал раньше на бизнес-классом, когда у нас были очень хорошие доходы, и мы могли легко себе позволить. А сейчас летаю экономом, потому что у нас в компании сейчас инвестиций много, и каждая копейка на счету мы хотим сделать большую экспансию. Ну, последние, сколько, ну, года 4-5 я вообще перестал бизнес-классом летать. И у нас, например, было четко в компании с моими коллегами такая вот, ну, скажем, этикетка такой, что если мы летим куда-то в командировку, или все летали бизнесом, или все летали экономом, мы никогда не делили на то, что там руководство летит бизнесом, сотрудники летят экономом. Мы как-то к этому тоже относились очень. Я вообще слышал, что ваша компания уникальна тем, что вы каким-то образом, вам удалось собрать людей и создать одну большую семью. У вас очень здоровая, добрая, такая дружеская атмосфера. Это очень-очень непростая задача, и люди даже, у которых в компании семейные сталкиваются с огромным множеством конфликтов, конфликтов интересов, там кто-то кому-то завидует, кто-то кого-то хочет пересидеть. Как вам это удалось? Честно говоря, сказать, что есть рецепт, мне сложно сказать. И когда мне говорят, что вот, ну, ты человек, можешь сказать, что вот, что ты хорошо умеешь. Я был программистом, но очень неважно, был программистом, да. Но IT очень люблю, и все время интересовался технологиями, сетями разбирался, все. Но как инженер IT-шный, я был не очень, очень короткий период. Я был на хорошем уровне, пока их стало немного. И то был на хорошем уровне, потому что их было мало. Это было там начало 90-х годов. Тогда их называли компьютерщиками, и я разбирался во всех компьютерах. А вот когда дело доходило, чтобы написать нормальный код, у меня с этим ничего не получалось. И вот на этом подъеме я вошел в IT. А сейчас, если спросят, что у меня получилось, я считаю, что именно то, что удалось собрать людей, такого рода людей в одном месте, с которым получилось. Вот атмосфера, наверное, в любой компании, любой руководитель собирает вокруг себя людей, с которыми ему удобно и комфортно работать. Это как дважды два. Поэтому и существует институт, например, кабинета министров за рубежом. Премьера выбрали, он себе команду собирает, кабинет министров, чтобы мог выполнять те задачи, которые у него. То же самое в любой компании. Пришел руководитель на вы. Это очень общее. Мне хотелось бы, чтобы вы один-два рецепта дали. Ну, например, я уверен, что вы же тоже замечаете это. Например, вы думаете, что вот в моей компании никогда не сделают вот так, как я делал, как я вижу, как, например, поступают в других компаниях. Что вот это? Вот какой-то один-два ингредиента. Честно говоря, я все время пытаюсь вести себя на равных со своими сотрудниками. И я все время пытаюсь дать им понять в том, что вы лучше и умнее меня. Ну, это же хорошо с определенным типажом людей. Но есть люди, которых нужно сажать на место, которые не понимают это, думают, что, окей, если все ему со мной на равных, да, если все ему со мной на равных, значит, может, надо будет где-то в каких-то вопросах надавить на него. Ключевое слово не со всеми проходит. Вот у нас остаются те, с кем это проходит. Вот поэтому так и получилось. Совершенно верно. Это же не так просто. У нас были люди, которые приходили невероятно умные, очень способные, как специалисты, но они не вписывались в коллектив. И они превращались в людей, которые мешают атмосфере нормальной, да, то есть коммуникации между людьми, напряженность оставали. И мы с такими людьми старались разойтись. Да, разойтись. Нет, это даже, я даже помню разговор с одним из них, когда я ему сказал, что это не означает, что мы хорошие, и ты плохой. Это означает, что мы разные, и, может быть, мы плохие, и ты хороший. Но нам как-то не получается вместе, потому что конфликты происходят, жалобы все время на манеру разговора, скажем так. То есть если у вас в компании появится человек с невероятным талантом, а в человеческие качества у него будут страдать, вы от него, вы что с ним делаете? Однозначно, однозначно мы с ним не сможем работать дальше, потому что, как сказал один из, тоже каких-то гуру, я не знаю, это был Рокфеллер, или был Баффет, ну, кто-то вот, такой весомый человек, что культура съедает стратегию на завтрак. То есть он это говорил в обратном направлении, в том, что какую бы ты стратегию не поставил, пока ты культуру не построишь, эта стратегия не будет работать. В принципе, в данной ситуации точно так же. Если у тебя культура неправильно построена внутри компании, или она как бы не подходит к всей общей картине, то со стратегией тоже ничего не выйдет. Ваша компания в основном занимается финтеком, микрокредитованием. Вы действуете в основном через мобильных операторов сегодня, правильно? Да, ну вот у нас новое направление уже банки, мобильные кошельки, микрофинансовые организации. Это вот то самое новое направление, в котором мы сейчас развиваем активы. Я не знаю, сколько лет PayPal, но, я знаю, наверное, лет 10 уже. Я просто... Больше? Может, даже больше. Потому что я, сколько себя помню, я помню, что был PayPal, и когда он вышел, все прогнозировали, что, ну, еще пару лет максимум, и все, и банки уйдут в какую-то совершенно другую форму, какую-то классическую. Могут, не знаю, это будут просто большие сейфы, где ты будешь держать деньги, а все вот эти мелкие операции будут проводиться через компании, через финтек, через аппликации. Сейчас 2020 год, прошло более 10 лет, и мы видим, что банки все еще актуальны. Банки актуальность не потеряют, но роль свою, конечно, они будут менять и очень сильно будут. Они поменяют свою роль или финтек просто их подвинет? То есть банки превратятся в финтек, или же финтек превратится в сегодняшние банки, а банки отойдут в сторону и будут заниматься чем-то другим? Нет, просто у банков сейчас очень широкий спектр деятельности, часть из них уйдет в финтек, а часть из них останется внутри банков. Это мой прогноз, но весь прикол в том, что сейчас не только на банке давление, не только со стороны финтека, на банке очень сильное давление со стороны регулирования. Представьте себе, что с первых дней, когда были созданы банки медичными, основная функция банка в чем была? Хранить чужие деньги и держать в секрете у кого сколько денег. И вот буквально, я думаю, 10 лет еще не прошло, как вот эта основная функция банка уже перестала существовать. И сейчас, если раньше банки умоляли людей, что придите открыть счета, сейчас открыть счет в банке стало большой проблемой, потому что на них такое сильное давление со стороны в основном американского регулятора, что банков, если я не ошибаюсь, за последние 10 лет, чуть ли не в 10-15 раз вырастешь став по комплайнсу. Да. Да-да-да, я живу в Дубае, и здесь для того, чтобы компания открыть банковский счет, регистрировать компанию, это вопрос нескольких дней, ну, может быть, ну, максимум недели, а открыть банк, это может занять месяц-полтора банковский счет. И это исходит, в общем-то, из Америки, если вы в курсе или нет, потому что каждый банк, который проводит операции в долларах, он обязан подчиняться законодательству США, а банк, который в долларах не работает, он, значит, не банк сейчас по всему миру. Соответственно, одним вот таким решением все банки в мире оказались под очень серьезным давлением, и это вызвало невероятные большие проблемы сейчас с точки зрения открытия корпоративных счетов. Даже не только корпоративных счетов, даже физическим лицам открытие сейчас в зарубежных банках стало очень большой проблемой открыть счет. Единственное, что я вижу сейчас на рынке, что набирает обороты, это WeChat. Он мне сейчас, например, до Эмиратов добрался, я не знаю, в Баку он работает или нет. Но мне интересно, что вот он существует уже несколько лет, он дико популярен в Азии, в Китае, мне кажется, это просто, в смысле, он есть уже у каждого. Это как, я не знаю, это как WhatsApp, через который можно переводить, сделать переводы. Вот эта модель уже существует, и она работает, она уже какую-то свою, вот первую такую сложность отработки уже прошла. Почему ее просто нельзя взять и скопировать? Это же дико удобно. Вот в условиях Азербайджана почему нельзя создать WeChat? Давайте Азербайджан не будем сюда вообще как-то вмешивать, потому что вопрос даже не в WeChat. Вопрос в подходе к тому, что какую задачу решал WeChat и Alipay, в общем-то, это сейчас два гиганта, это Alipay и WeChat, которые делают, в принципе, одно и то же. Позволяют быстрые переводы через мессенджер производить и они даже превратились в средства оплаты, то есть сейчас у них очень расширенная средства. Почему в Азербайджане этого нет? Потому что в Азербайджане законодательство не позволяет и в стратегии нашего национального банка не стоит развитие подобных сервисов. То есть все это очень жестко регулируемая сфера перевод денег и все они работают в рамках регуляторных актов. Что касается Китая, в Китае была задача, в Китае была слабая банковская система и вот чтобы эту задачу решить, вот эти две компании сумели создать такого рода инфраструктуру. WeChat насколько я понимаю сейчас очень активный в Индии. Они сейчас по другим брендам работают под индийскими и пытаются идти как бы в дальнейшем. Я вам даже больше скажу, например, в Финляндии после того, как они позволили производить оплату через WeChat и Alipay китайским туристам, у них поток туристов в три раза увеличился из Китая. Потому что языковой барьер, exchange rate и так далее, это все были барьерами для того, чтобы китайские туристы приезжали. А еще второй момент в том, что они, по-моему, еще несколько раз увеличились, их затрат увеличились, потому что они за отели, за услуги всякие и так далее. Они тратить больше стали. Привычно, да, они стали тратить больше, потому что у них привычный метод оплаты, они доставят свой телефон, просто там QR-код сканируют и оплата произошла. Это behavior, так называемый, вот их привычки, которые поддерживают. Мы пытались в Азербайджане это все тоже привести. Мы с Алибей шли у нас переговоры, продвинулись достаточно далеко у нас были встречи с Министерством туризма, тогда еще было с разными, с МИДом были переговоры и так далее, но коронавирус как бы затормотил этот проект. Мы даже не собирались как бы его на нем зарабатывать какие-то дела. Мы просто взялись для того, чтобы быть проводником этих сервисов в Азербайджан, чтобы увеличить приезд китайских туристов. Мы даже не знаем, как бы мы смогли монетизировать эти возможности и так далее, потому что мы здесь себя видим. Но с точки зрения общения с таким гигантом, как Алибаба, как это все работает, с точки зрения опыта, это нам было очень интересно, и мы этот процесс запустили. Когда ты рядом с такими гигантами, в любом случае там есть какие-то бенефиты, как минимум это перенять какой-то опыт, а потом даже если на любой какой-то даже мелкой транзакции у вас будет какая-то микроскопическая даже комиссия, из-за того, что поток и объем настолько большой, это может вылиться в нормальные мягоходы. Совершенно верно. Это даже как рыбалка, то есть мы пытаемся в сфере поднять свои компетенции, знания, а потом ожидаем, что оттуда может выйти какой-нибудь шанс. Коронавирус поставил точку или просто в смысле затянулся проект? Вы знаете, я думаю, что коронавирус поставит, если даже не точку, то очень сильно отбросит, с учетом того, что самые сильно пострадавшие сферы это туризм. И когда это восстановится, когда это станет актуальным, как это пойдет, никто не знает. Хотя, может быть, все проекты, которые шли очень медленно, сейчас начнут привлекать больше внимания, и это может быть ускориться. Прогнозировать очень сложно. Мы это не давим, очень много государственных структур в этом деле задействованы, и банки азербайджанские тоже задействованы, мы с ними консультации ведем, просто разговариваем, они консультируются с нами. То есть, это абсолютно такой пока не бизнес-проект, поэтому у нас такого высокого приоритета по нему нет, чтобы мы всех дергали, всех заставляли. Мы не являемся локомотивом этого проекта, но мы его и не задержим. Все, что с нами связано, мы делаем вовремя и в срок. Это называется финансовая инклюзивность в банковской сфере. Это когда люди, которые не имеют доступа к финансовым инструментам, получают вдруг этот финансовый доступ. Это без современных технологий невозможно, потому что классические методы предоставления кредита очень дорогостоящие с точки зрения операционной деятельности. На самом деле вот Симбрелла занимается разработкой такого рода систем. То есть мы на самом деле не кредитная организация и не микрокредитная организация. И все эти цифры сотни миллионов долларов, которые мы ежегодно раздаем, это не наши деньги. Это деньги операторов, которые мы управляем этими деньгами, раздаем, собираем, наша система внесет риски, мы оплачиваем все непогашенные долги за счет своей прибыли и так далее. Но мы технологическая компания, которая на базе математических моделей и современных технологий, таких как искусственный интеллект, сейчас это очень модные вещи, машинное обучение, но это сейчас действительно стало очень доступно, эти технологии стали. На базе этих технологий мы позволяем строить систему менеджмента кредита и управления деньгами. Вот это та ценность, которую наша компания в общем-то сумела создать и на базе которой делает бизнес. Мы не являемся кредитной организацией, которая берет у кого-то деньги и размещает под высокие проценты куда-либо, ни в коем случае. Но в будущем, если повезет и наша система уже в банках начнет работать, мы, может быть, и задумаемся над тем, чтобы привлекать сторонние деньги для того, чтобы разместить более выгодно в наших проектах. сейчас в связи с этой всей ситуацией с пандемией есть несколько стран, которые в преддверии выборов находятся. Это Россия, там у них, по-моему, что-то вроде национального, общенационального референдума должно было пройти. Ну да, обнуление. Обнуление, когда, в общем, там тысячу названий придумали уже. И в Америке тоже, в Штатах ожидаются должны быть президентские выборы. Мне интересно, что пандемия даст толчок к тому, чтобы выборы перестекли в онлайн. Мне кажется, база для этого уже давно готова. Остается только вопрос того, что в онлайне, наверное, будет, наверное, гораздо сложнее делать какие-то потасовки. В Америке это делается уже давно, насколько я знаю. или онлайн? Нет, онлайн. В общем-то, я ко всем выборам, включая Америку, Европу и так далее, ко всем выборам отношусь к очень большой иронии и скепсисам, потому что в любом случае вопрос решает деньги. Просто там, где люди более технологичные и в рамках закона действуют, они деньги тратят на маркетинг, на соцсети, на митинги и так далее. А там, где бюджет ограниченный, они деньги тратят на то, чтобы подкупить физические избиратели и в другом месте как-то по-другому. Но в любом случае выигрывает тот, у кого больше средств влияния на массы. А вот средства влияния на массы это уже дело техники и инструментарии. В большинстве случаев наверное так, но в то же время Ютуб, который последние 5-10 лет подарил очень много людей, людям возможность, площадку для того, чтобы они просто разрослись и стали популярными по всему миру, это опровергает. То есть таланты реально получили возможность достучаться до массы людей и здесь никакие деньги на другой стороне не могут перелить. Ваше заявление абсолютно не противоречит тому, что я сказал. Я говорю только о результатах выборов. Я не говорю о том, что сложно довести до кого-то как бы свою мысль и так далее. То есть даже то, что с трамповскими выборами не до конца ясно, насколько вот этот Кембридж аналитикс повлиял на эти выборы и так далее. Сами вот такого рода факты они говорят сами о себе. Вообще выбор сам по себе субъективен и история знает очень много фактов, когда выборы подсчет голосов правильный, все правильно, но выбор сделан неправильно, потом, правда, это показывает история. В тот момент никто об этом не знает и все думают, что они сделали лучший выбор. А почему? Потому что среда была влияния, среда влияния на массы позволила это сделать. Кстати, мне интересно стало, вы затронули Кембридж-аналитикой, Кембридж-аналитика в данной ситуации, вы считаете, что они сделали что-то противозаконное? В моральном плане, давайте, по буквы закону говорить не будем, мы не юристы. В моральном плане манипуляция общественным мнением это аморально. Аморально? А ты детская компания, которую мы смотрим? Это тоже аморально. Это тоже аморально. Я большой ценник в этом смысле, поэтому ко всем такого рода результатам отношусь в большинстве общественных. Но это не более аморально, чем то, что мы видим в рекламе, которая считается абсолютно законным инструментом. Сейчас мир переживает реально очень большие изменения в плане того, что никогда еще человек не был подвержен давлению со стороны внешних источников информации в таком количестве. И манипуляция сознанием, общественным мнением сейчас обретает очень большие масштабы именно из-за того, что каналов влияния на это мнение стало очень много. Поэтому то, что Кембридж аналитикс, то, что реклама и так далее, это все возможности современных технологий и о том, о чем люди всегда мечтали. Та сторона, которая хочет получить то или иное мнение. Я даже не хочу рассуждать, вернее, страшно рассуждать, чем это может обернуться для человеческого мозга. То, что мы весь день находимся под влиянием информационных потоков, мы зависим от экрана телефона, мы получаем постоянно ненужную информацию с этого телефона, телевидение, компьютеры и так далее. Уже это влияет на наше окружение. Если у тебя будет телефон выключен, все равно тот, кто у тебя в семье что-то там подсмотрит и тебе все равно расскажет, как это будет влиять на наше формирование нашего мнения, как это вообще будет влиять на болезни будущего. Каждая эпоха имеет свои болезни. То есть, когда были оловянные ложки и посуда из-за окиса олова, свинца у людей зубы выпадали, волосы и так далее, болезни были одни. Сейчас болезни наших времени это сидячие образы жизни, болезни позвоночника, сердечно-сосудистые гиподинамии и так далее. Ну и рак из-за того, что говорят разные причины, я стараюсь на ранг того, что средний срок жизни людей увеличился, соответственно, болезней старшеских тоже стало больше, а рак это механизм самоуничтожения организма. И вот информационные потоки. Какие болезни психические или поведенческие или то или иное, это тоже будет влиять на какие-то болезни, это однозначно. Но на какие, это уже доктора расскажут, или может уже есть наблюдение психолога. Ну это, наверное, какой-то следующий этап просто эволюции. Мы, наверное, научимся каким-то образом сортировать информацию, ограничивать себя в этом потоке, потому что сейчас это как, я не знаю, это как если первый раз в зоопарк попасть, ты бежишь от вольеры к вольеру и хочешь всех рассмотреть, это все очень интересно. Но со временем, когда настанет пресыщение, я думаю, что, ну вот я по себе сужу, я вижу, что в соцсети я начинаю уходить, фейсбук для меня становится менее интересным, более интересным становится какой-то ютуб, ютуб становится тоже более точечным, какие-то конкретные вещи, каналы и людей смотрю, остальное просто листаю, даже если там сенсация и так далее. Окей, выборы в онлайне, они в Америке уже существуют, но официальных пока нет. Насколько я знаю, есть официальные. Если вы посмотрите прошлые выборы, сколько человек проголосовало онлайн, по-моему, больше половины населения Америки проголосовало онлайн на прошлых выборах. То есть это достаточно активно уже применяется и в Европе, и в Америке, это, по-моему, даже не первые выборы были онлайн, которые они проводили. Что легче поделать, онлайн выборы или офлайн? Естественно, офлайн. Офлайн сложнее? Нынешняя система электронных подписей и идентификации дистанционных, которые существуют, они полностью позволяют авторизованно сделать экшены, да? Вы же онлайн банкингом пользуетесь, соответственно, все системы, а деньги это самое чувствительное, ощутимое, что-то. Соответственно, все эти технологии можно применять на выборах, где никто не усомнится в том, что голосующий был именно тот, кто проголосовал. Соответственно, это технологически это вообще несложно. Например, в том же Азербайджане уже электронные подписи существуют давно, вот сейчас во время пандемии она стала использоваться для выдачи помощи. Я не понял, значит, вы считаете, что подтасовка онлайн-голосований намного проще, чем в офлайне? Нет. Сложнее? Наоборот, невозможно, я считаю. Невозможно? Да, если систему правильно построить, это просто невозможно. Окей, интересно. И на самом деле, не нужны будут все эти международные наблюдатели, которые должны сюда слетаться, это огромные расходы, это экологическая нагрузка, сейчас, когда есть пандемия. Достаточно десяток IT-экспертов международных, которые проследят, что никакого дешательства. Будут сидеть у себя дома в трусах, нижнем биле, в пижаме, и просто сидеть и тыкать патин. И не мониторить, да. Совершенно верно. Совершенно верно. Окей, интересно. А вот по вашим ощущениям, деньги, бумажные деньги, когда из обихода уйдут? Я в Швеции жил в 2013 году, и тогда уже там они были в числе первых стран, которые планировали избавиться от налички полностью. Там даже были, например, ситуации, когда принимались только карты. Я сейчас не онлайн покупку говорю, а там, не знаю, какие-то магазины, которые в наличку вообще не принимали. Но это было тогда, прошло там 5-7-10 лет, пока я не слышал о том, чтобы какая-то из стран, какой-то государство избавилось от налички полностью. Ну, я думаю, коронавирус даст очень большой потолчок на избавление от бумажных денег, потому что, в общем-то, если будет целенаправленное желание избавиться от бумажных денег, это достаточно проще просто сделать. Ну, не совсем просто, но это сделать легко. А коронавирус, я имел в виду, я их раз находил, что если появится риск того, что может появиться вирус, распространяемый через деньги, то очень быстро начнут кампанию по их устранению. А вот сейчас идет кампания глав районов почти каждую неделю ловит на получение взяток и так далее. когда появятся онлайн платежи и так далее, им как быть? Вот вы бы им что посоветовали? Им можно только посочувствовать. Мне интересно, а фронт как будет осуществляться? Это будет... Бриллиантами, наверное, хотя сейчас уже на самом деле мировая платежная система дошла до того, что стало очень сложно делать крупные транзакции без мониторинга. Все эти то давление на банке, которое я вам рассказывал, оно с одной стороны еще влияет на такого рода мониторинг транзакций. То есть если раньше... Да, будут часами, наверное, расплачиваться, да, золотом... Но все равно вы не купите за миллион долларов часы и не подарите их кому-либо, потому что вот эта транзакция покупки себе за миллион часов будет и так далее. Если эти часы появятся у другого человека, это можно будет прослеживать. То есть на самом деле это хоть и... Вы говорите о положительной стороне всего этого дела, естественно, на это нужно будет принести на алтарь всего этого дела в жертву еще конфиденциальность, личное пространство, там личная конфиденциальность, личная информация, все это будет постепенно исчезать добровольно или под принуждением. Я бы хотел даже вот интересный момент в плане того, что транзакции нет, то, что произошло с замерой Гаджиевой в Лондоне. Это супруга бывшего главы межбанка, которую... Межбанка, да. Первое дело в Лондоне, когда человеку пришли домой и спросили, откуда деньги. Совершенно верно. Но у меня все почему-то сфокусировались на том, что откуда у нее деньги, сколько, оказывается, их было. Но у главы Мишлинского района оказалось их не меньше. Оказывается, не нужно было быть банкиром Международного банка. Оказывается, для Мишлях тоже такого рода операции нужно проводить. Но ключевой момент, который там произошел, я считаю, это то, что британское правительство приняло закон о том, что если человек не сможет объяснить, откуда у него деньги, правительство отбирает у него недвижимость. Причем это гражданское дело, это не уголовное дело. Оно тупо отнимает у вас недвижимость и говорит, давай, до свидания. Уголовного бесследования никакого нет, человек на свободе, просто теряет. Это, конечно, гениально. А теперь смотрите, какие последствия. Замеры Гаджевой показали, что это мы можем сделать. И после этого не произошло, пока я не слышал, чтобы у кого-то второе дело было связано с сыном внуком Назарбаева, но его оправдали. Вот так. Он сумел доказать источники Сайлина. А теперь представьте себе, что последние 20 лет Лондон был самым привлекательным рынком недвижимости, так как там нету налога на недвижимость и цена все время на недвижимость растет. Все коррупционеры мира купили там себе недвижимость. Многие из этих коррупционеров все еще находятся у власти и принимают очень ответственные решения. И в один миг у британского правительства появился инструмент давления на них. и как они будут пользоваться этими инструментами я не знаю, но деньги были украдены в наших странах, конфискуются в пользу британского правительства. То есть они с этой сделки получают двойной доход. И вот это то самое инструментарий. С одной стороны да, с другой стороны можно поспорить, потому что сейчас я думаю, что значительный поток серого капитала он наверно сократится. Может не двойной, да. Может не двойной, может они подешевле продадут второй раз эту квартиру, дом который отобрали. Но в любом случае два раза они с одной и той же недвижимостью привлекают. Я имею в виду, что они несут сейчас в этом плане имиджевые потери. То есть серый капитал, который Лондон привлекал, Великобритания привлекал, он сейчас сократится, туда меньше будут приводить этих серых денег. Соответственно, недвижимость будет так расти. Возможно, вы правы. Я вспоминаю шведского короля, который в периоды кризиса менял свою веру с протестантского на католическую и католическую на протестантскую, чтобы отобрать средства церкви в пользу казны. в данной ситуации они в пользу казны отберут деньги. Потом, если появится, что им нужны деньги, они могут спокойно поменять закон, и опять все эти серые деньги потекут в лишнюю страну. Это как бы ведение всей этой инструментарии, они активно и мастерски пользуются. Прекрасно. Но как далеко Баку находится от онлайн-голосования, как вы считаете? Мы можем быть, например, инноваторами в регионе, или мы будем чаще адаптерами когда-то сможем быть в регионе? Помимо АСАН-проекта. Вы имеете онлайн-голосование? Онлайн-голосование, новые какие-то технологии, революционные какие-то социальные проекты, помимо АСАН-фидмета. По всем остальным я достаточно оптимистичен, что это возможно. По выборам я не верю, что это произойдет, потому что мы все знаем почему. Я, насколько знаю, у нас есть несколько технопарков в Азербайджане. Вы о каких-то проектах или, может быть, интересных идеях слышали, которые там родились? К сожалению, я не слышал, я не могу утверждать, что их нет. Ну, если я не знаю, скорее всего, и они есть, скорее всего, проблема пиара этих технопарков. Я знаю, что Сунгаицкий технопарк, он промышленный, там есть интересные какие-то производственные проекты, но, насколько я знаю, они не превратились в доходный бизнес, экономического эффекта, ожидаемого от этого технопарка на сегодняшний день, насколько я знаю, нет. У них нет, по-моему, экспортного сырья никакого. Опять-таки, я не знаю, я не буду над тем рассуждать, я знаю, что они что-то там делают в Сунгаицком, но мне интересно больше IT-сектор. Деньги выделяются, об этом говорят много. Вообще, в Азербайджане инновационное IT-направление, оно может быть? Очень хороший проект, вы сказали, Асан, опять придется в Асан вернуться хотят. Асан создал Иннолаб, инновационную лабораторию. И во главе этого Иннолаба находится действительно очень активный человек, который просто болеет всем этим, этой идеей стартапов, вывода их на международный рынок, привлечения капиталов и так далее. Это Мемед Керим. Они даже, если я не ошибаюсь, открыли свой бранч в Сан-Франциско, куда привлекают отсюда молодых ребят. И у них есть уже несколько интересных проектов, на которые даже они привлекли первые там анжел-инвесторов и так далее. Очень активную роль там играет один из соучредителей компании Риск Анар Алигулов тоже в этой и мне их очень позиция нравится, потому что эти люди там для того, чтобы заработать деньги, они больны идеей, они очень идейные, они менторят этих молодых людей и действительно есть интересные, они проводят очень интересные ивенты, привлекают, туда интересных людей, вот этот формат мне нравится, я вижу, что там есть результаты именно в Иннолабе. Асанлаб вы сказали? Нет, Иннолаб, типа Инновейшнлаб, но его Приасан, да, это Приасан. Они открыли офис в Сан-Франциско и они привлекают таланты из Азербайджана, проекты из Азербайджана. Это даже не как большой офис, да, это как бранч, где они какую-то активность имеют, но Иннолаб находится в Азербайджане, они создают для молодых стартапов какие-то условия и приглашают туда инвесторов, проводят всякие там ивенты для того, чтобы они могли свой проект рассказать. Я присутствовал на нескольких из них. Это действительно очень интересный и правильный проект, то есть именно в том формате, как нужно заниматься инкубацией стартапов. Вот это классический стартап-инкубатор, который правильно поставлен на рельсы и работает, как бы должен работать в будущем. Мне интересно, вот вы, ваша компания, вы чувствуете, что поток, он идет на убыль или наоборот возрастает, в смысле молодых специалистов в сфере IT, софт-инжиниринг, вот эти люди, они остаются в Азербайджане, пытаются что-то сделать, или они сразу улетают в Кремниевую долину? Ну, до Кремниевой долетают немногие, обычно начинается на Белоруссии, Польша, Германия, и вот такой вот маршрут существует, и дальше там или до Кремниевой долины кто-то добирается, это вот классический путь нынешний. К сожалению, потребность в IT-специалистах растет быстрее, чем наше общество готово подготовить, но есть хорошая тенденция, если 10 лет назад все хотели стать юристами, сейчас хотят и финансистами, и сейчас хотят стать айтишниками. И есть такой случай, мне очень понравился, что на Убере в Баку кто-то ездил, и кто-то спросил, чем ты занимаешься, он сказал, что я вот занимаюсь программированием, водитель сказал, что говорят, там можно денег заработать, надо мне тоже этим заняться. То, что в обществе этот имидж есть, я считаю, это свои плоды даст в ближайшее время. в 60-е годы было модно в АЗИ поступать, инженерная должность была, в смысле профессия была в почете, и сейчас постепенно айтишная профессия становится в почете, и я думаю, это как-то свои плоды скоро даст. молодому человеку сегодня в Баку, если он хочет себя видеть в айти-секторе, в программировании и так далее, куда нужно поступать сегодня? У нас есть очень неплохая школа, называется айти-степ, это школа, где обучаются могут от 5 до 50 лет люди, с самого старта можно выбирать направление, это сеть большая по всему миру, началось это в Украине, но сейчас, если я не ошибаюсь, в 14-15 странах, у них вот эта школа существует, айти-степ достаточно хорошая база для начинающих программистов, это в общем-то техникум, там обучение, полный курс обучения может 2-2,5 года длиться, и они как раз это среднее техническое образование, там могут получать туда можно прийти со средним школьным образованием и начать реально что-то делать в плане если хотят получить профессию, да, если хотят навыки, это можно с первого класса ребенка дать туда, они будут и роботом учить, стартом кодинга учить, и программа обучения интересная, они для детей начинают преподавать все подряд для того, чтобы человек обнаружил, чтобы ребенок обнаружил, что ему интересно, веб-дизайн, просто компьютерный дизайн, или это сетевые дела, или это программирование и кодинг, то есть так как робототехнику они тоже дают азы, и через буквально несколько месяцев, через месяц-два-три уже видно, что насколько у ребенка есть интерес в данной сфере. Естественно, как и в любом учебном заведении, очень много зависит от преподавателя, насколько он может, интерес у своих учеников, но как бы это уже персональное влияние никто не отменял. Вы в начале разговор сказали, что Вы неплохо провели карантин, мне интересно в этой связи спросить совета или рекомендации на тему может быть интересных книг или сериалов или фильмов, чтобы прочли, чтобы посмотрели из интересного. Если честно, я сейчас читаю книгу, сейчас точно не назову, автор Варуфакис, это бывший министр финансов Греции, он пишет про греческий кризис и подковерные игры вообще Международного Валютного Фонда ЕЦБ всех глав государств, вообще как это все происходило, как эти кредиты выдавали, зачем они выдавались, и я, честно говоря, получаю огромное удовольствие, у меня как детектив эта книжка читается, книга, если я не ошибаюсь, называется «Пока взрослые дома» или «Если дома взрослые», сейчас я точно не назову. Мы найдем ее и пустим строкой. Да, я действительно узнал очень много интересного о том, как на высших политических, вот этих высших политических эшелонах принимаются решения и какими мотивациями они пользуются для того, чтобы принимать те или иные решения. Хотя, конечно, подход предвзятый с точки зрения одного человека и человек по своему мировоззрению очень такой серьезный социалист, но все факты, которые он приводит, его заключение, мне нравится, написано очень интересно. Сериалы, фильмы? Сериалы, я не могу посмотреть сериалы, которые там больше 10-12 серий, поэтому большого количества сериалов не смотрел, посмотрел некоторые фильмы, очень много провел времени в саду, я любитель возиться с растениями. Что успели вырастить за это время? Ну, посадил очень именно интересные цветы канны разных сортов, как бы ухаживал за тем, что же посажено. Фотографировал много птичек, можете у меня на вейсбуке посмотреть, я люблю как бы птичек фотографировать, это сложно, но когда получается это очень красиво. Самая экзотическая птица Абширонского полуострова, что удод? Нет, что это вообще не экзотическая птица. Например, в прошлом году мне удалось сфотографировать щурку, вы, наверное, даже не слышали о такой птице. Это невероятно красивая птица, она ест пчел и ос, и она такая шустрая, что ее сфотографировать, поймать очень сложно. В этом году сфотографировал щеглаты черноголового тоже очень интересная птица. Удалось сфотографировать камышовку, она мелкая, ее поймать вообще проблематично. Я вообще люблю наблюдать за птицами, например, мало кто заметил, что в Абшироне появились последние буквально 3-4 года есть такая птица вяхер называется по-адарбаджански, она звучит как Алабахта, это самый крупный голубь в мире. Они с размером почти с курицей, действительно огромные голуби, они буквально несколько лет назад появились у нас. Какая птица считается по интеллекту самая интеллектуально продвинутая? Вороны, да? Да, вороны или глороны из этой серии они реально невероятно смышлены. Сейчас у нас в комьюнити часто пишут о том, что их стало больше. Там, где они преобладают, обычно они бьют и отодвигают другие особи, других птиц. И это нехорошие ребята. Они для экологического разнообразия фауны они вредят. Они гнезда разрушают, они достаточно агрессивны, но как бы я был свидетелем в Габале, когда горный орел, который высоко парит. Вот я наблюдал, фотографии получились конечно неважные, поэтому показывать особо не интересно, но две вороны напали на этого орла и выгнали его с той территории, где этот орел кружил. Они достали его, они со всех сторон подлетали, он переворачивался пытался зацепить когтями, они его просто вывели и прогнали. Я всегда на эту тему, когда слышу такого рода вещи, я всегда задумываюсь на тему того, что каким-то образом интеллект всегда связан с тем, что ты слабее, глупее себя особей, ты начинаешь как бы порабощать. Это было и с людьми всю жизнь, вся эволюция показывает это. Последняя история с американскими индейцами, которых просто вырезали те, кто приплюли первыми на этот материк, то же самое в животном мире, то же самое говорят, кстати, будет тогда, когда, если в каком-то обозримом будущем пришельцы приземлятся на нашу планету, то они тоже, они не будут дружелюбны. В случае, если они будут развитием нас в плане интеллекта. К сожалению, или даже этот факт естественно существует, все, кто сейчас живут, живут благодаря того, что они были исторически сильнее кого-то, которые перестали жить. Я имею в виду государство, народы, виды птиц, я не знаю, ареал обитания и так далее. То есть сильный всегда вытесняет слово. Я поэтому всегда тоже цинично отношусь к вопросам, когда одно государство предъявляет другому исторические претензии после того, как напало и отобрало кусок земли. На самом деле к истории это никакого отношения не имеет. История это всего лишь оправдание и пропаганда в данной ситуации. Вообще историю пишут победители, она очень политическая наука, к сожалению. и раз мы живем на этой земле как азербайджанцы, значит наши предки были молодцами и сумели завоевать. Если мы потеряли какие-то территории, мы потеряли их исключительно из-за того, что были в этот момент слабые. Если мы отвоюем эти территории, это будет означать, что мы в этот момент были сильными. И никакие там исторические, политические и так далее на это не играет никакой роли. Играет роль только кто сильнее и так далее. Это сейчас кстати... Получается, что и социализм тогда это тоже тупиковая вообще модель. Ну, социализм смотри какой. Норвежский, шведский он работает, советский, китайский не сработал пока в Китае не запустили рыночные отношения. То есть при социализме должны существовать рыночные отношения, судя по всему современная история показывает вот это. Вкупе они в общем-то достаточно могут быть эффективными. Но я бы хотел еще вот к тому моменту, что насчет силы. Насколько сейчас вопрос силы переместился с вооружений в сторону технологий. Посмотрите, например, что произошло во время торговой войны с Китаем американцы. Американцы запретили Гуглу поставлять Андроид в Китае, там, Хуавей, что не может. И это привело очень серьезную проблему. И вот сейчас зависимость человечества от операционных систем Microsoft, Apple и Андроид, оно настолько высокое, и вы заметите, что все эти системы американские. И то, как было вытеснено с рынка Nokia в свое время, я не хочу сказать, что Nokia не было слабого. Именно был как раз тот самый классический момент, что Nokia ослаб, как-то опоздал с принятием правильных решений, чуть-чуть опоздали они буквально на года полтора-два. и их просто уничтожили, причем их уничтожили, никакого бизнес-решения там не было. Они начали разрабатывать свою операционную систему на момент, когда Android и iPhone вышли на рынок. 80% рынка это были Symbian, это была финская операционная система, и все персональные данные были в Европе. Потом появился Android Apple, они были действительно очень сильные, Nokia были не готовы, и они начали разрабатывать свою операционную систему Migu. Получилась очень неплохая операционная система, я успел единственным телефоном на Migu попользоваться, было очень перспективно, и разработчики были очень довольны, но она чуть-чуть запоздала. Но в этот момент, так как акциями Nokia владели в основном американские пенсионные фонды, туда назначают генеральным директором Elopo, который был Microsoft менеджером, каким-то достаточно, одним из топ-менеджеров Microsoft. Он переходит в Nokia, через несколько лет капитализация Nokia падает по-моему в 5-6 раз. Первое, что делает Elop, он говорит, что мы отказываемся от Migu и будем пользоваться операционной системой Microsoft Mobile. И самое главное, они пускают под каток все разработки по Migu. Они были физически уничтожены, все макеты, все было просто уничтожено, чтобы и следа не осталось от этой разработки. Этот проект проваливается. Microsoft покупает за 16 миллиардов Nokia. Через несколько лет Microsoft перепродает просто пользование брендом Nokia за 4 миллиарда, при этом Elop получает большие бонусы и хорошие позиции по Microsoft. То есть это было классическое уничтожение конкурента. И сейчас мы получили то, что мы получили. У нас есть у всех зависимость от таких систем, как Windows, от таких систем, как Android, Apple, от Swift. Сейчас не нужно ни с кем воевать, достаточно отключить страну от Swift и парализовать его экономику. Это да, но вот, например, последнее то, что происходит в экономике, то, что в России санкциями и антисанкциями, то есть что самое интересное, которое у меня вообще в голове это не укладывается, то, что Россия против самой же себя ввела санкции под названием антисанкции. И если санкции еще каким-то образом они в каких-то областях снимаются, то антисанкции продолжают действовать. Но тем не менее, вот последний кризис и то, что они сейчас отошли от мировой экономики, они отошли от зависимости к рублю, несмотря на то, что курс опять в рубль провалился, но люди это не так сильно и остро будут ощущать. То есть в этом тоже есть какая-то положительная динамика и то же самое мне кажется произойдет и с Huawei, который за короткое время, точно так же, как у них существует свой Google, свой Facebook, свой Twitter, точно так же у них сейчас появится своя операционная система под мобильные устройство и Google просто потеряет огромный рынок, Android потеряет огромный рынок. С Китаем и с Индией все гораздо проще, потому что у них есть свой большой рынок потребления. А потом они начнут еще экспансию на другие рынки и Google приобретет большого конкурента мирового. Вот почему все эти сопротивления торговой войны идут. В общем-то, я с вами полностью согласен. Насчет России я не согласен насчет антисанкций и то, что да, они получили какие-то бенефиты, но это как всегда. Это то же самое, что, не дай бог, конечно, человеку отрезали ногу, зато, вернее, ноги отрезали человеку, зато он теперь не тратится на обувь. То есть это как бы между потерями и приобретением дисбаланс очень высокий в данной ситуации. И глобально при возможностях ресурсов российских находиться в том состоянии, в котором находится Россия, я считаю, что это как бы они не заслуживают этого. Еще если учесть то, что в общем-то этот народ, он один из самых талантливых в мире с точки зрения научных разработок. И он самый отсталый с точки зрения предпринимательства, потому что все идеи, которые рождаются в российских мозгах, почему-то выстреливают за границей. Это было и с вертолетами, это было и с радио, и с лампочками в истории. Все эти вещи были параллельно изобретены или преизобретены там, но почему-то бизнес на этом построили другие. И те же русские евреи, которые выезжали из России, строили там Сикорский до сих пор, знаменитая марка вертолета, Харлей и Дэвидсон это знаменитая марка мотоциклов, за всем этим стоят русские, там в гугле Сергей Брин, тоже русский, то есть один из самых ключевых фигур современной истории. Но почему-то это все не создается в России. Да, есть у них сейчас Рамблер, он достаточно серьезный. И Яндекс, да, извините, и Яндекс есть у них достаточно серьезный, у них есть Касперс, Эти две компании показатели серьезные, но я считаю, что для такой огромной страны это не так много. И в космосе они сильно отстали, к сожалению, да, то есть все эти моменты, они, потенциал у них очень большой, но при всем даже том, что у них есть Рамблер там и так далее, то есть уровень жизни Россия не должен быть таким, каким он сейчас есть. Ясно. Огромное спасибо за ваше время, мы прилично наговорили, было очень приятно пообщаться с вами. Спасибо, мне тоже приятно с вами общаться, я надеюсь, как-нибудь мы сможем за стаканчиком просека посидеть. Да, в офлайне посидеть, да. с м Субтитры сделал DimaTorzok